здравствуйте вчера в германии прошла как пишут немецкие сми самая большая за последние 30 лет точнее по моему с 1992 года самая большая забастовка транспортников скажем два крупнейших профсоюза германии вывели на забастовку или подвели к забастовке своих членов и вчера в германии не работали практически все крупные аэропорты то есть не на прилет не на отлет единственный из крупных это берлин бранденбург который продолжал работать но соответственно рейсы из берлина в крупные города германии тоже не осуществлялись плюс междугороднее сообщение то есть скоростные поезда не ходили и часть из них вряд ли удалось восстановить и даже сегодня плюс пяти или семи федеральных землях местный городской и пригородный транспорт не не ходил то есть очередная так сказать очередной подарок жителям причем по немецким законам поскольку забастовках объявляется заранее то причина отсутствие или опоздание на работу по так сказать по причине того что случилась забастовка в качестве уважительной не принимается то есть вы знали заранее значит соответственно подготовьтесь и найдите варианты ну примерно как я на прошлой неделе был записан к врачу окулисту те два дня нова один из тех двух дней когда она или бастовал общественный транспорт но соответственно да я мог от этого визита отказаться но поскольку было нужно то нашел соседа точнее попросил чего его искать он сосед и есть сосед чтобы он на машине меня туда отвез и привез назад потому что но на велосипеде это порядка наверно двух десятков километров то есть это мягко говоря утомительно да и время но в общем нашел вариант точно также из с работниками значит профсоюзы требуют увеличение там что-то в процентах в абсолютных цифрах в одном случае до 500 евро в месяц увеличение зарплаты в другом до 600 по моему 50 евро в месяц увеличение зарплаты ну и параллельно с забастовкой проходят переговоры значит лидеров профсоюзов с работодателями на этот же предмет не то чтобы это что-то уж из ряда вон выходящие в германии хотя как уже было сказано забастовка таких масштабов большая редкость будем говорить но тем не менее далеко не все поддерживают этих забастовщиков не говоря про то что если удастся значит им добиться повышение зарплат то это ляжет бременем в том числе и на местное самоуправление которому придется поднимать цены на допустим вывоз мусора где-то что-то сокращать сокращать программы по и планы по благоустройству городов там замене или ремонте дорожного покрытия ну и в общем в итоге какая-то часть там сотни тысяч человек наверно работающих если добьются своего то получат прибавку зарплате сама эта прибавка ляжет скажем на снижение уровня жизни или как минимум покупательской способности уже не сотен тысяч миллионов и десятков миллионов то есть они к тому что и зарплаты должны повышаться в связи с инфляцией и единственное что наверное можно поставить условно очень условно но в заслугу нынешнему светофорному правительство это то что они пока насколько можно судить вот так сказать с мест пока они стараются всеми силами стараются не довести страну ее население до действительно массовых всеобъемлющих забастовок связи с ростом цены энергоносителей на пятое-десятое то есть как-то вот вот нам допустим местные ну скажем так энерго сети то есть а фирма с которой мы получаем электричество и газ сначала подняла все тарифы а вот несколько дней назад пришло письмо что они там в связи с правительственными рекомендации там каким-то граничным потолком в общем как всегда на немецком это страница объяснений с вывертами возвращениями назад и повторами но суть такова что они чего-то там посчитали лишнего теперь пересчитали и поскольку за февраль уже взяли лишнего значит в марте они возьмут снимут там на столько то меньше а в остальные месяцы значит будет тоже меньше ну сумма значит уменьшение будет не такая значительная как марте ну сравнение но тем не менее там ну с одной стороны многие скажут ну что там три-четыре евро в месяц уменьшим ну да вы три-четыре евро пачка сигарет той марки которые я покупаю одна пачка стоит примерно в два раза дороже но тем не менее за год это почти 50 евро которые как любит говорить моя жена не у нас забрали наоборот как бы нам вернули точнее не забрали так что тоже как бы то ни было деньги что же касается забастовывал забастовки кстати помимо того что допустим в ганновере на прошлой неделе бастовали бастовал городской транспорт еще на прошлой или на позапрошлой даже поставали мусорщики а мусорщики соответственно если вот полагается у нас там в нашем микро районе они проезжают допустим два раза в неделю соответственно если неделю бастовали то потом на следующей неделе вывести уже объемы мусора за неделю чисто технически не получается машина не безразмерная а на многих фирмах допустим если макулатуру вывозят раз в неделю а другой весь другой мусор раз в две недели и как раз на те дни когда была забастовка попался вот этот именно день когда должны были остальной мусор вывозить его естественно не вывозили и контейнер не опустошали не освобождали то следующий раз поскольку разные недели это будет через две недели то то есть то что обычно собиралась за две недели как-то и вывозилась теперь получится что это все будет собираться месяц и вывезется ли она все там в контейнер понятно контейнер будет переполнен будет еще что-то там пакетах собрана так вот все этот весь этот объем вывезется ли он следующих приезд через две недели или останется еще на две недели где-то собираться то есть большой вопрос но в принципе как бы с одной стороны говорили нам рассказывали советском союзе бедные пролетариат тут борется за свои права и за то чтобы жить лучше с другой стороны при пока еще существующие не разваливающиеся как сучи явно системе социальной системе в германии все таки такого рода масштабные забастовки ну как бы это сказать да собственно что говорит работники общественного транспорта железнодорожники авиационная отрасль но точно не самые нищие не самые малооплачиваемые категории работающих германии то есть как-то рассказывали что не летный состав а кто-то просто из среднего там ну типа скажем говоря по-русски типа бригадира определенных работников аэропорту зарплата у нее выше чем у некоторых дипломированных инженеров работающих на других предприятиях или в других фирмах но им все еще мало не ну понятно что человеку хочется жить лучше но как бы может все таки не всегда или не регулярно за счет других ставайте здоровы слава украине живи беларусь